В региональном следственном комитете возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в городе Ржеве. В ночь на 14 января в многоквартирном доме на советской площади Ржева загорелась квартира. Распространившийся огонь привел к хлопку газа. Прибывшие к месту ЧП пожарные обнаружили в сгоревшей квартире тело 67-летнего мужчины. По факту пожара Ржевской межрайонной прокуратурой организована проверка. На место незамедлительно выехали сотрудники Следственного комитета. При поступлении сообщения следователям территориального отдела и криминалистам отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области в взаимодействии с оперативными службами был осуществлен выезд на место происшествия, произведен детальный его осмотр, возбуждено уголовное дело. В рамках расследования представителями следствия продолжают проводиться необходимые следственные действия и экспертизы. Расследование продолжается. Кроме того, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты процессуальной проверки по данному факту поставлены на контроль в прокуратуре области. 10 января Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения решение Первого апелляционного суда общей юрисдикции Москвы об утверждении приговора Тверского областного суда в отношении Александра Забенкова. Как мы неоднократно рассказывали, в патрульной службе 20 сентября 2021 года Тверской областной суд вынес вердикт по делу жителей села Михайловское, обвиняемого в тройном убийстве. Суд квалифицировал действия Забенкова как необходимую самооборону и признал 35-летнего обвиняемого невиновным. Нет состава преступления, пояснил патрульной службе федеральный судья Борис Райкис. Забенков защищал свою семью. Подсудимого освободили в зале суда. Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы 13 апреля прошлого года утвердил решение Тверского областного суда. Потерпевшая Светлана Федяева и ее адвокат обратились в Верховный суд с просьбой отменить решение о невиновности Забенкова. Но Кассационный суд оставил решение Тверского областного суда без изменений. Теперь Александр Забенков и его семья могут вздохнуть спокойно. В первую очередь хотелось бы сказать, что все поздравляют. Ну, конечно, да, то, что освободили, это хороший исход дела. Но прежде всего хотелось бы сказать слова благодарности судье. И то, что в таком сложном деле, я считаю, законную точку поставить мог только профессионал. Это не только заслуга нас всех, общества. И считаю, что в первую очередь это огромное спасибо, хотелось бы сказать, Борису Самуиловичу. Это прежде всего его заслуга. То есть, что он разобрался и пришел к законному исходу событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова